Каллоу! Всем привет! Добр Данс! Привет! Продолжаем наш майский, первомайский воеждж по Белграду. И сегодня, первый хороший день, мы наконец-то выбрались в Белградскую крепость Калимикдан. Вот на заднем плане можете видеть там башенка, называется планетариум, в которой открывается прикольный вид на слияние рек Савы и Дуная. Вот за нами крепостная стена этой крепости, постройки XIV века. Также мы сегодня посетили военный музей, офигительный. Также на территории военного музея сегодня проходила экспозиция орудий пыток средневековых. Еще мы видели римский бункер, еще мы видели динопарк. В общем, много сегодня ничего видели, поэтому, если вам тоже это интересно, а мы надеемся, что интересно, потому что это не может быть неинтересно тем, кто любит путешествовать, да? Поэтому смотрите наше видео про Калимикданскую крепость. Ну что, поехали! Вперед! Калимикданская крепость. Калимикданская крепость. Калимикданской крепость. Калимикданская крепость. Итак, третий день нашей культурной программы И мы идем в Белградскую крепость Еще ее называют крепость Халимикдан Но это турецкое название Вот она, соответственно, улочка Цара Душана И вот здесь вот начинается уже стена с разрисованными животными И пахнет зуб Да, и пахнет говном И это Белградский зоопарк А мы сейчас вдоль него огибаем его, получается, с правой стороны Идем в конец улицы Цара Душана И вот там будет один из входов крепости А, и по пути здесь вот такой самолетик И здание с флагами Видимо, к этому самолетику имеет какое-то отношение Конечная остановка трамвая С забором видим уже павильоны из Белградского зоопарка с птичками Вон какой-то то ли ястреб, то ли коршун кто-то там сидит И прямо сразу за конечной остановкой трамвая Вот они, ворота Северо-восточные ворота в Белградскую крепость Называются они Видингейт, если по-английски Если по-сербски, то Видингапия И вот уже, при выходе из ворот, видно крепость Вот она катается Все, брат, что где-то скелетик там Время сейчас Начало одиннадцатого утра Народ вроде пока нету Экскурсии здесь возят автобусами И реально Если время Подгадать не получится То можно попасть с толпой Из целого автобуса И вот сейчас Идем и ищем Где же тут На эту крепость Улас Да, как у них называется Улас Это и вход, и выход Ну, лас По-нашему Где здесь Лас Чтобы подняться Вот туда, на верхотуру Еще одни какие-то ворота Дальше Не ворота А Арка Это как раз вот и есть Нижний город По-сербски Он Донийград Ну, Дон, да Внизу Это Нижний город Крепость делится на верхний город Ну, это где вот сама крепость А Нижний город Это где ее подножье Вот мы как раз сейчас Через Эту арку Входим в Нижний город Капер Карла Шестого Ага И выходя через нее Мы как раз Впадаем на указатель Ага, вот дорожка Как раз отсюда ведет наверх Крепости Београдска Твархава Вот он план всей крепости Вот Где мы сейчас И вот откуда мы как раз С Царо Душана Сюда заходили Вот Если мы сейчас стоим Здесь сейчас То вот Горний град Это как раз сама крепость А вот если пойдем Вон туда дальше То это как раз будет Вот он Доний град Или Нижний град Вот эти ворота Вторые через которые мы входили Как оказалось Они в стиле барокко То есть это уже Какая там эпоха лен Венецианская получается Если барокко Что там написано Ну да Ворота венецианской эпохи Ну на самом деле Крепость Первые ее упоминания О постройке Датируется первым веком Нашей эры Но Но поскольку Она Более сорока раз Разрушалась Потом снова выстраивалась Потом опять разрушалась Потом снова выстраивалась То руку к ее строительству Приложили Все эпохи Практически начиная Да С Рождества Христова И заканчивая уже Чуть ли там не Турками Османами Кстати Кали Мигдан Это именно как раз Турецкое название Этой крепости Кали Это Собственно говоря Крепость сама и есть Да А Мигдан Это поле То есть крепость в поле Крепость на равнине Итак Идем В верхний город Ну все тут Достаточно хорошо Сохранились И первое Что мы видим На подъем Из достопримечательностей Это церковь Ружица Известно еще тем Что она Достраивалась В ходе Многочисленных войн Прямо во время Сражений В том числе Великую Отечественную войну Внутрь И пошли Потому что Во-первых Очень маленькая Во-вторых Очень темная В-третьих Туда забежала Толпа Народа И в-четвертых И у них И у них тут Какая-то фишка Как впрочем И почему-то Только в любых Православных Храмах Церквях Что снимать Не разрешают Крест здесь Какой-то Памятник Обелиск Кому Неправильно Не ружится Ружь Яйца Музыка Непосредственно Непосредственно Ко входу В саму крепость В саму стены Это Место слияния Рек Сава и Дуная И отсюда Даже видно Там мы ходили В первый день Вон там Это Холмгардаж Башня Милей Нормально Нормально Это Вот как раз Башня Которая На входе И там Есть какая-то Дверка Может быть Есть Подъем На эту Башню В принципе Время Время Еще 11 Нету А все Культурные Достопримечательности Здесь с 11 Планетармская Проекция Ага Типа обсерватория Ну пока закрыто Со скольких Работает Непонятно Так Основано Это В 1404 Строилось До 1427 Непонятно Пока Будет Она Открыта Не будет Пошли Пока Подтянут Будет Что-нибудь Другое Не остается Под этой Башней Есть Что-то Тут Даже Нет Таблички Что это И оно Тоже Заткрыто Хотя Включение Довольно Семенов Степенные Завешеченные Завешеченные Семенов Пошли Пошли Семенов Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Логично, что где-то там находится военный музей Это арта, это как раз вход в военный музей Танки, пушки, самоходки, танкетки Вот с этой стороны ракетная установка Пушки, мортиры Вот, короче, вход под этой часовой башней Что-то военный музей Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Тут еще куча всякого оружия Это уже корабельная техника Вот он сам военный музей То есть это только экспозиция перед ним Хаммер, настоящий хаммер Военный музей Другая музея заканчивается Стены, схода с правой стороны Канк Т-34 Советский средний Катюша Это как раз здание самого военного музея Вид отсюда красивый На речку Саву Сквозь крепостные стены Здесь рядом с военным музеем есть динопарк Динозавры орут Визжат Пищат Вход сюда платный 250 за детеныша И 350 за взрослого То есть где-то Два с половиной доллара Три с половиной доллара Поэтому ну и он нафиг Вместо Пищи Время Пищи 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 Мсье Стои где динопарк это уже выход из трепости это уже парк с одноименным названием халимикдан такие красивые газончики парк посмотрим попозже а сейчас мы пойдем искать римский пункт вот он вход военный музей часовая башня вот как раз лесенка этой часовой башни пойдем посмотрим что там с нее какие виды открываются часовая башня открыто вход стоит по 100 динар с человека то есть по доллару пойдем посмотрим что она из себя представляет так лесенка наверх прикольный такой подъемчик так вот поднялись на промежуточную остановку здесь часовой механизм колокола главное чтобы сейчас не звякнули и не должны время 7 минут второго дальше что то совсем низенько очень низенько просто пипец какой то и дальше пролезаем такой черточное окошко и получается мы находимся прямо там где приводы механизмы часов очень здоровая циферблат метр где-то в диаметре механизм такой интересный один на всех карданами соединен со всеми циферблатами и раз в минуту все это дело жужжит и вращается окошки закрыты да единственный минус что окошки закрыты они зарешечены достаточно мутное стекло и ну хорошие фотки отсюда сделать будет проблематично панорамка отсюда открывается на дунай и вот кстати отсюда сейчас вижу что открылась башня обсерватория он наверху там есть люди сейчас на обратном пути когда найдем этот римский чем мы там искали бункер погреб да пойдем наверх на ту башенку залезем откуда вот скорее всего как раз все красивые фотки панорамы которые именно на слияние этих двух рек савы и дуная сделаны оттуда на самом деле жопа полная ну да вот там самый сложный участок дальше ты уже идешь полный рост поэтому пофигу вот вид на военный музей подношенной часовой башни военный музей все суперски всех музеев которых мы были здесь это третий по счету мы были еще сербском национальном музее музей никола тесла это вообще самый крутой а с учетом того что тут еще специальная экспозиция этих вот орудий пыток инквизиции тоже достаточно интересная в общем вот она здесь находится в этих казематах ну и вот она сама часовая башня в общем нам осталось посетить римский бункер и залезть на смотровую площадку на башню который у них называется планетариум по ходу дела вот он этот римский бункер судя по всему наверное да 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 вот мы пришли оттуда вот сверху правда еще какой-то вот каземат вот это вот похоже реально на вентиляцию как бомбоубежище видимо значит бункер должен быть где-то снизу оттуда где люди поднимаются пойдем смотреть товарищ это здесь сзади когда мы шли в ту сторону в музей зонтик был сложен а сейчас он разложен ну да билеты продают вот он значит и римский бункер там отдастся билеты вход 120 с человека чуть больше доллара львы тут такие и всякие казематы по которым можно полазить лазы да бункер такой прямо прямо бункер 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 ага ну вот этот как раз лаз который со входа открывался вот он какой в глубину получается винтовая лестница бумер светло подгорится нифига себе у него получается что глубина вообще хоть знает какая сколько там метров вообще неизвестно вон ты посмотри на фотки 5 9 на 4 2 метра 6 на 4 6 на 4 это диаметр а на глубину вон бунер до дубини 35 метров будет вон да это элемент это Вот он, там вода, холодец, 3-5 метров. Могли сбрасывать туда, неудобно. И где-то с этой стороны тут было, они вставали и фоткались. Ну вот он, вход в этот самый бункер. Естественно, он закрыт. Естественно, туда никого не пускают. Вот туда вот, в колодец, в этот. А так по кругу идёт винтовая лестница. Включил фонарик. Вот туда видно, как уходит эта лестница. И вокруг всего до колодца, соответственно, она найдёт культа. Какое интересное вообще сооружение. Почему здесь, кстати, воздух очень такой свежий. Хотя стоит на самоковой цепёке, и там уже достаточно жарко. А вот с другой стороны вторая лестница. Тоже вниз по кругу. Вот. То есть они две винтовые. Зигзагообразные. Получаются типа как винт Архимеда. По одной вниз, по другой вверх. Чтобы друг друга не сталкивались. И вон. Сам колодец. Жалко вниз, конечно. Нельзя залезть. Да, закрыто всё. Обидно. 35 метров можно было слазить. Не умерли бы. Интересно. Да. Прикольно всё равно интересно. А на самом-то деле, получается, что построили бункер австрийцев в восемнадцатом веке. Анатон, он риский, был в девятнадцатом веке по настоянию на основе народных преданий. В ООН. В общем, вот здесь написано. Правда, по-сербски, но... Ну, по-настоящему. Ну, да. А, 35 метров. Это лестница на глубину уходит. А глубина самого колодца шестьдесят. В общем, такой вот бункер. Построенный австрийцами. Базовыми. Римским. Дубок шестьдесят. Ну, и теперь пошли на башню планетарию смотреть. На смотровую площадку. И вот башня. Которая была закрыта, когда мы сюда вошли. А сейчас там уже наверху люди. То есть, информация подтверждается, что все платные объекты. Как-то музей. Вот эта башня. Потом римский этот. Колодец, бункер, да. Они все работают с одиннадцати. Ну, да. Не факт, что они прям ровно-ровно в одиннадцать. Помнишь, как в Будве крепостная стена открывалась? Во сколько открывается? В десять. Ждали еще минут сорок, пока кто-то придет. Не больше. А то играли. А то вообще не открыли. Пошли по стене. Нет, чтобы обойти. Это типа что? Планетарий? Да. Стандартно сто рублей вход один доллар. Планетариум, да, написано. Где-то должны продаваться здесь. Здесь никого нет. Так что. Может быть это в планетариум? Когда посмотреть тут вакцинаторию. А, вот, кто-то здесь есть. Наша планета. Вот, планетариум. Телескоп. Так, оказывается, планетарий и есть. И сюда можно подняться для наблюдения через телескопы за небесными планетами еще чего-то. Так, вон, вылезли наверх. Народка ж тупой, блин. Не, чтобы наверху постоять, пока мы это... Ага. Здесь вот проход вокруг. И дальше идет на смотровую площадку. И это вот, я так понимаю, в ящике сейчас закрыт. Это тут, типа, телескоп у них. И сквозь. В, поедем, может быть, расширять. Идем. Идем. Ну, так, он говорит. Идем. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»